Наиболее распространенным вариантом для остановки кровотечений в нашей стране является так называемый резиновый жгут модели Эсмарха. Что он собой представляет? Это резиновая лента определенной плотности, она растягивается и с помощью этой ленты можно остановить кровотечение. Каким образом используется этот жгут? При его использовании мы первоначально его растягиваем, то есть я обычно беру вот таким вот образом, то есть где-то посерединке жгут растягивается и в таком положении накладывается на конечность. Дальше мы делаем перехлёст жгута. Прошу обратить внимание на вот этот момент. То есть что нам это позволяет? Это позволяет освободить одну руку. И вот этот вот тур, оборот жгута, самый первый, является самым ключевым. То есть если вы плохо, недостаточно растянули, сдавили артерию, кровотечение будет продолжаться. То есть первое ваше наложение, всё, кровотечение остановилось. Дальше мы просто накладываем, обвиваем жгутом в этом месте. Для чего это делается? То есть не нужно тянуть жгут дальше, силой накладывать, потому что таким образом, если мы будем силой дотягивать все остальные ходы жгута, мы передавим не только артерию, мы остановим кровотечение, но попутно мы передавим ещё нерв, который здесь тоже рядом находится. И даже если человека потом спасут, доставят в больницу, всё будет замечательно, но повреждённый нерв приведёт к тому, что у человека перестанет работать рука. То есть цена нашей ошибки — это последующая инвалидность человека. И в данной ситуации мы просто докрутили жгут. Здесь есть специальные вот такие вот защёлочки, зацепы, а на противоположном конце жгута соответствующее отверстие. Мы подтягиваем, вставляем вот таким вот образом защёлку в отверстие. Всё, у нас жгут зафиксирован. Когда вы будете тренироваться, отрабатывать эти навыки, то есть самый простой способ проверить, правильно ли наложили вы жгут в процессе тренировки, вы проверяете пульсацию на сосуде, который ниже. Вот я показывал все точки. Если мы говорим про руку, самый простой способ проверить, вот пульсация. Здесь у нас сейчас пульсации нет. То есть достаточно усилием я наложил этот жгут. То есть если бы здесь где-то была травма, с вот таким вот усилием я гарантированно останавливаю кровотечение. Безусловно, то, что я сейчас показываю на коллеге, человек стоит, я стою, очень удобно, комфортно, двумя руками растянуто. Всё это показываю. То есть каким образом это применять уже в непосредственной ситуации? Мы предполагаем, что человек лежит, и в этой ситуации вот моя рука наложена на артерию, я остановил кровотечение рукой, и одной рукой, в другой руке у меня жгут. Соответственно, каким образом я могу растянуть жгут для того, чтобы начать его накладывать? Что мы используем? Мы используем собственные зубы. Вот таким вот образом растягивается жгут. То есть мы здесь, помним, остановили кровотечение, всё. Мы уже имеем время для того, чтобы дальше оказывать помощь уже спокойно. Нет непосредственной угрозы для жизни. Поэтому растянули, обхватили, делаем тот же самый перехлёст жгута, которым я показывал, и дальше накладываем жгут для его фиксации. Повторяю, первый оборот жгута у нас является спасателем, остальные обороты жгута, которые мы обвиваем, они у нас являются фиксирующими. То есть для того, чтобы из разряда не сползло. И опять же, вот мы остановили, зафиксировали, пострадавший готов к транспортировке. Есть несколько серьёзных правил при использовании любых подручных предметов, жгутов, турникетов для остановки кровотечения. А именно, к сожалению, в литературе встречается разнообразная информация, на какое время можно накладывать жгут. Я, например, много искал, но вот самые разные цифры называются, поэтому я, наверное, озвучу сейчас золотую середину. Итак, время наложения жгута или любого подручного предмета или турникета для остановки кровотечения. В холодное время года это до одного часа и в тёплое время года до двух часов. Для чего нам это необходимо знать? Дело в том, что если в какой-то сложившейся ситуации за вот этот указанный промежуток времени невозможно доставить пострадавшего в лечебное учреждение, где займутся уже им врачи, если мы не снимем жгут, всё, что у нас будет ниже места наложения жгута, эта конечность омертвеет. И затем, да, человека доставят в лечебное учреждение, прооперируют, но ему отрежут конечность. То есть у нас будет инвалид. Для того, чтобы не допустить эту ситуацию, через указанный промежуток времени, и я ещё раз повторяю, в холодное время года это до одного часа, в тёплое время до двух часов. Если за этот период не произошла доставка пострадавшего в лечебное учреждение, нам необходимо сделать следующее. Значит, мы точно так же заново, вот мы уже предполагаем, что у нас уже имеет место наложенный жгут, да, то есть заново я уже условно вот так накладываю его. Прошло два часа тепло, да, то есть в этой ситуации что необходимо сделать? Нужно опять произвести пальцевое прижатие выше места уже наложения жгута. Значит, прижимаем сосуд и послабляем жгут. Послабляем. И в таком положении фиксируем, держим где-то в течение 10-15 минут. Что нам это даёт? Дело в том, что кровеносная система человеческого тела, она собой представляет как крона дерева, очень такая раскидистая, ветвистая. И между собой, представьте себе, что эти веточки между собой срослись. Так вот, мы пережимаем здесь один сосуд, да, но по другим сосудам пройдёт кровообращение по всей руке за 10-15 минут. Ткани восстановятся, их кровоснабжение, именно они насытятся кислородом, питательными веществами. И мы заново, опять же, накладываем жгут на те же самые час, полтора до двух часов. То есть в зависимости от сезона. И мы дальше продолжаем транспортировку пострадавшего. Следующий момент. Каким образом мы можем зафиксировать время? То есть мы должны каким-то образом отчитывать это время, ключевое, чтобы знать. Тем более это актуально, если вы оказали первую помощь пострадавшему и затем передали медикам, которые дальше будут его ввести в лечебное учреждение. То есть в этой ситуации те медицинские работники, которые принимают пострадавшего, должны знать, в какое время наложен жгут. Каким образом это делается? Чаще всего, иногда в комплекте, предположим, в автомобильной аптечке и так далее, там есть специальная бумажечка, именно маркер так называемый, на который ручкой пишется время и подкладывается, предположим, под последний оборот жгута. И медик знает, что в это время было наложено. Точно так же на самом жгуте можно написать ручкой или маркером время наложения жгута. Если мы предполагаем, что ситуация совершенно ничего у нас нет из того, чем можно написать и так далее, есть принцип, но опять же, он больше актуален для боевых действий. Самый простой способ зафиксировать время наложения жгута, мы пишем время пальцем кровью на лбу пострадавшего. То есть его пальцем, условно говоря, смочили в крови и пишем время на лбу. То есть это тот момент, что будет видно, понятно, и любой медработник, который это увидит, поймет, что в это время был наложен жгут или его нужно послаблять для того, чтобы дальше транспортировать пострадавшего, или уже можно снимать и уже оказывать помощь и так далее. То есть это все решается. То есть вот этот момент, еще раз, мы говорим о ключевых этапах, да, оказания помощи, первой помощи при кровотечении. Мы производим пальцевое прижатие сосуда, мы накладываем предмет, который нам останавливает кровотечение и позволяет дальше транспортировать больного, пострадавшего и мы обязательно фиксируем время наложения жгута или любого подручного предмета.